Продолжаем наш ознакомительный курс, в течение которого мы подготавливаемся к полноценному изучению Linux. Сегодня будем говорить о нашем основном инструменте, это VirtualBox. Быстренько его установим, я покажу основные возможности и самое главное проговорю по типам сетей, как самого важного функционала VirtualBox. Нужно отметить, что безусловно VirtualBox не является единственным инструментом, с которым вы можете работать. Есть куча средств виртуализации, которые работают на разных операционных системах. Например, у VMware есть и Workstation, и Player, но они все немного более сложные, предоставляют, конечно, полнее функционал, у них больше возможностей. Но нам для нашего курса в принципе целиком и полностью достаточно VirtualBox. Он ставится и на Windows, и на Linux, и на Mac и позволяет создавать себе виртуальные машины с различными операционными системами. Функционал у него достаточно примитивный, но нам его будет хватать с головой. Именно поэтому у меня выбор пал на VirtualBox. Мы сейчас пробежимся по основным возможностям VirtualBox в записи, но я сначала хотел показать вам слайды с сетями, потому что сети – это основное такое сложное, что есть в VirtualBox. Когда мы с вами виртуальную машину создаем, и у нас в нашей винде появляется еще рядом виртуальная машина с кем-нибудь Linux или еще с другой виндой, основной вопрос, который нужно решить – это как эта виртуальная машина будет взаимодействовать с остальным внешним миром и будет ли вообще. И для этого у VirtualBox есть несколько видов сетей. Я все вам это сейчас покажу буквально через несколько минут. Сначала проговорим. Значит, внутренняя сеть – это такая сеть, когда у нас виртуальные машины могут взаимодействовать между собой, но никак не взаимодействуют с внешним миром и никак не взаимодействуют с физической машиной. То есть я могу создать несколько виртуальных машин, объединить их в сеть, и они у меня будут видеть друг друга. При этом снаружи они не будут видны никак. Сразу предупрежу этот постоянный вопрос, почему я роутер называю рутером. Мне так привычнее. Я привык по-английски читать его как рутер. Следующий вид сетей – это виртуальный адаптер. Виртуальный адаптер позволяет объединить виртуальные машины и нашу физическую машину. То есть у меня виртуальные машины никак не видят внешнюю сеть, у них нет выхода в интернет, из интернета их не видно никак. Но они видят мою реальную машину, я могу с реальной машины своей по сети обратиться к ним, а они могут по сети обратиться к друг другу и к моей физической машине. Теперь сеть NAT. NAT – одна из самых распространенных сетей, позволяет виртуальной машине выйти в интернет, используя реальный физический адаптер моей реальной физической машины. По сути, у меня виртулбокс организует свою какую-то сеть и в этой сети раздает адреса. При этом у меня виртуальные машины, в которых адрес получен через сеть NAT, они друг друга не видят, но они могут выходить в интернет. Точно так же моя физическая машина их не видит. То есть это самый простой способ создать виртуальную машину и дать ей выход в интернет. Если мы не хотим, чтобы она ни с кем больше взаимодействовала, просто была в интернете, NAT – это наш вариант. Так как мы с вами в основном на всех уроках работаем с одной машиной, которой нужен выход в интернет, то NAT – это наш такой, пожалуй, самый распространенный случай использовать. Есть поинтереснее сеть, которая называется «Сеть NAT». Это когда обе, ну, обе несколько, все виртуальные машины находятся точно так же за NAT, то есть они могут выходить в интернет, но еще они при этом видят друг друга. Это второй вариант такой сети. Надеюсь, из картинок понятно, если непонятно, пишите комменты, а вообще можете почитать просто мануал по виртуобоксу. Самая моя любимая сеть – это сетевой мост. Сетевой мост – это такая настройка, когда виртуальная машина использует, опять же, драйвер моей реальной сетевой карточки. И в этом режиме виртуальная машина видна в моей реальной сети, как отдельная реально существующая машина. Этот вариант я использую практически во всех уроках, потому что у меня есть маршрутизатор. И когда я создаю виртуальную машину и ставлю ей сетку в виде сетевого моста, эта моя виртуальная машина получает айпишник от моего реального маршрутизатора и фактически находится в моей локальной сети. Этот вариант мне удобнее всего, потому что я могу к ней по сети обращаться, используя те же самые инструменты, которые я использую для обращения по сети ко всем реальным физическим серверам, удаленным серверам, облакам и так далее. Если у вас нет маршрутизатора и вы по старинке получаете интернет кабелем, который втыкается к вам в компьютер, то вам придется использовать NAT, я это все покажу. Ну, есть еще такая интересная сеть, как универсальный драйвер. Это очень редко используется, потому что это такой же широкий функционал, и если вам он потребовался, вам лучше уже виртулбокс бы и не использовать. Значит, универсальный драйвер, у него два режима работы. По сути, он позволяет объединять в сеть виртуальные машины, расположенные на разных компьютерах. Там два режима есть, UDP Tunnel и Virtual Distributed Ethernet. Второй вариант, он еще позволяет подключаться к виртуалкам, которые находятся на Linux машинах, на FreeBSD, на Linux и так далее. Но там уже все достаточно запутано, нам это не нужно. Вот такие шесть слайдов, просто вам как введение, мы сейчас будем разбираться, как их использовать. Но раз я уже говорил, что мы будем с вами подключаться к нашим машинам, нужно еще проговорить про SSH. Значит, мы для уроков и вообще в жизни используем, как правило, Linux без графической оболочки, без мышки, без проводников, без графики и так далее. У нас есть только консоль. И к консоли мы можем подключаться через SSH. SSH это специальный сетевой протокол прикладного уровня, который, среди прочего, умеет предоставлять нам возможность удаленно управлять операционной системой. Все, что нам нужно для работы SSH, это чтобы у нас на нашей удаленной машине в Linux был запущен SSH сервер, чтобы были открыты необходимые порты, чтобы мы могли достучаться по нужным портам до нашей этой удаленной машины. А нам нужно SSH клиентов. SSH клиентов полно. Я использую MobXR на WinD и Terminus, по-моему, у меня называется на Mac. Но для наших уроков я буду использовать простейшую пути. Я вам тоже покажу, как с ней работать. Итак, вот наш сайт с VirtualBox. Вы можете просто загуглить VirtualBox. Можете сразу перейти на сайт virtualbox.org. И все, что нам здесь нужно, это его скачать. Можем перейти в Downloads. И здесь в Downloads у нас, видите, есть пакеты для WinD, для Mac, для Linux и для Solaris. Мы с вами используем WinDue. Поэтому переходим на Windows Hosts. И вот у нас сразу скачивается VirtualBox. Когда он скачает свои 108 мегабайт, мы запускаем инсталлятор и ставим его. Все, как обычно, далее, далее, готово. Я вам не показываю, чтобы свой VirtualBox не переустанавливаться. Там ничего сложного нет. Только один момент, когда будет VirtualBox устанавливаться, он вам сеть рубанет, потому что ему нужно будет встроить свои драйверы сетевые. И для этого подбеспокоить нашу сетевую карточку. Я останавливаю скачивание и перейду уже к установленному VirtualBox. Вот так выглядит наш пустой новый VirtualBox. У нас пока здесь ничего нет. Вы можете перейти в настройки и в настройках указать, где вы хотите хранить свои виртуальные машины. Вот у меня хранится на диске V. Это мой отдельный SSD диск. И там мои виртуалки лежат. Если расположить виртуалки на SSD, то, само собой, они будут быстро работать. Намного быстрее, чем если они находятся на обычном жестком диске. Потому что, как правило, самое узкое место у нас это жесткий диск. Больше нам здесь ничего, в принципе, не нужно. Все остальное мы сейчас смотреть не будем. Только покажу вам, когда создаем виртуальную машину, мы можем указать название виртуальной машины. Допустим, мы будем создавать какую-нибудь Windows 7. Вот у нас здесь прямо позволяет выбрать тип операционных систем. И когда мы создаем виртуальную машину, мы указываем, сколько мы хотим дать ей оперативки. Вы видите, у меня 32 гига, поэтому я могу щедро раздавать оперативку. Затем мы указываем, какой мы будем создавать жесткий диск. Какого размера. Тоже, как правило, мы указываем по умолчанию тип жесткого диска. Предлагаю вам оставлять тоже по умолчанию. Это различные типы виртуальных жестких дисков, которые могут в дальнейшем подключаться к другим системам виртуализации. Нам это все сейчас не нужно. Экспертный режим нам тоже не нужен. Самый важный вопрос. Вот он динамический или, так скажем, фиксированный виртуальный жесткий диск. Значит, если вы выбираете фиксированный, у вас сразу на жестком диске создается файл нужного размера. То есть, если вы хотите создать виртуалку с диском в 30 гигов и выбираете фиксированный, у вас создастся файл размером 30 гигов и будет занимать место на диске. Если вы выбираете динамический виртуальный жесткий диск и те же самые 30 гигов, то у вас сначала создается крохотный файл, который затем по мере наполнения жесткого диска внутри виртуальной машины будет расти и занимать место в реальной системе. Соответственно, динамический жесткий диск работает немного медленнее, потому что ему нужно периодически расти, но при этом он занимает мало места. По умолчанию я всегда оставляю динамическую. И вот сейчас, когда создается моя виртуалка, она вот создалась, мы можем зайти в «Настроить», и в «Настройках» вот здесь вот в «Сетях» мы можем выбрать, у нас, видите, по умолчанию доступны четыре сетевые карточки. Вот здесь вот те сети, о которых я говорил. Вы можете пощелкать, посмотреть на них, вот он показывает, как он будет работать, как что создавать. Мы сейчас в следующем видео будем создавать виртуалку и с этим разберемся. Итак, мы с вами просто проговорили о том, что есть такой инструмент «Виртуалбокс». В этом «Виртуалбоксе» мы будем создавать наши виртуальные машины, давать им параметры, настраивать, подкидывать параметры, может быть, что-то бросать по сети. Все это будем делать в следующем видео. Сейчас вы просто посмотрели на то, что «Виртуалбокс» есть, и мы с вами проговорили, какие типы сетей у него есть. На данном этапе нам этого достаточно.